всем привет продолжаю хвастаться нашими изделиями значит напоминаю правила игры до правила просмотра видео изделия все мы делаем только на заказ мы никогда не делаем на продажу у нас даже на заказ большая очередь поэтому на продажу мы делать не успеваем вот изделия многие многие сделаны по дизайну вашему то есть вы же вы заказчики сами уступаете в данном случае дизайнерами какие то мы с вами вместе придумываем рисуем я и вы какие то я придумываю да значит эти изделия не продаются они уже все проданы вы можете заказать что-то подобное или такое вот больше но другое да и просьба напоминаю острую резкую критику я не приветствую таких я в комментариях сразу баню почему потому что это люди старались рисовали для себя придумывали им нравится им нравится а это самое главное то есть можно посмотреть допустим вам не нравится желтое золото закажите себе такое с белым или с черным вам не нравится сочетание белого золота и зеленого камня нет проблем закажите желтым золотом и синим камнем такое же но описать какие-то гадости или глупости пожалуйста не нужно люди старались им нравится это главное номер один это у нас серьги с зеленым гранатом который добыт в танзании видео вы смотрели наверное как он добывается и помните да что зеленый гранат он же творит крайне редко встречается в хорошем качестве а это вот как раз хорошее качество и под пару подобрать совсем сложно то есть но вот пары хорошие интересные встречались мне за последние несколько лет буквально три может быть четыре раза на подбор пару ходит очень много времени иногда несколько месяцев то есть один камешек нашли и ждем когда найдут похожий по размеру по цвету другой у нас есть такая линия называется сакьянт или шаманские амулеты что это такое это очень древняя культура она существует с незапамятных времен смотрите подробнее у меня есть профильные видео специальные на моем канале и у пучкова разведопрос да там мы семь серий мне кажется с климом жуковым отсняли вот собственно древняя древняя шаманская традиция это ящерки геккончики этот амулет эту подвеску шаман наговаривает проводите специальные обряды она становится амулетом или оберегом можно делать и золото и серебра можно ставить практически любые камни но желательно спросить у шамана какой камень подойдет лучше вам спрашивать конечно же нужно через меня потому что я с ним на связи по-русски он не говорит электронной почты не пользуется эти ящерки по мнению этой шаманской культуры да они приносят в жизнь человека который носит вот такой амулет или подобную татуировку удачу любовь привлекательность сексуальную привлекательность не путайте с обычной да то есть бывает просто человек нравится бывает вот с ним хочется что-нибудь сделать взаимную любовь счастливую семью этот амулет он очень очень древний он появился задолго до прихода в юго-восточную азию буддизма и индуизма даже то есть он еще древнее чем индуизм номер три приятное классическое колечко лавандовая шпинель хорошего цвета хорошей чистоты бриллианты золото или серебро честно я не помню я даже не записываю естественно у нас много всего в работе мне кажется что или здесь серебро или как золото это в принципе не так важно можем повторить в любых сочетаниях то есть именно это кольцо сделано под заказ да но мы можем сделать такое с камнем любого цвета с обсыпкой с мелкими камнями тоже любого цвета красный синий зеленый черный у нас все есть и соответственно совершенно любой металл лавандовая шпинель вот данном случае добыта на шри-ланке и и снова у нас шаманская традиция вы очень много заказываете амулетов или оберегов я знаю почему я сам с удовольствием ношу кольца с мандрами от шамана и даже верю что они мне помогают трудных ситуациях человек человек так устроен да что ему нравится носить что-то со смыслом мне например очень нравится это демон лаху или раху он у нас часто бывает наших выпусках он следает все зло в человеке и вокруг человека сглазы порчи болезни негатив злость ненависть зависть и все все остальное в данном случае он выполнен из черного бриллианта и серебро с чернением из позолота и вокруг маленькие там где камешки это тоже все черные бриллианты можно сделать такой подешевле вместо черного бриллианта можно поставить например черный сафир или черную шпинель или например гранат алый шаман говорит что лучше всего на себя негатив берут черные камни но алый уходящий в черный тоже говорит что годятся естественно эту подвеску наговорил тоже шаман и провел нужные обряды и опять у нас амулет еще не совсем амулет смотрите это колечко с великолепным гранатом гранат из танзании он с она кольцо сама сделаны серебра внутри видите подложка я очень люблю делать внутренние подложки это можно сказать наш авторский стиль там значок атомной энергии ну вот человеку понравилось мне вот тоже такое нравится подкладывать всякие у меня там то черепа то крестики и вот сатаны энергии тоже я хотел я кстати поклонник фоллаута вот думаю с какой-нибудь пост ядерной символикой сделать и смотрите здесь сейчас по плоскостям на кольце нету пока мантр ближайшее время мы лазером нанесем мантры которые для человека подобрал шаман и отвезем он сделает наговор и проведет специальный обряд то же самое колечко станет у нас амулетом я ни в коем случае не навязываю никаких религий вообще мне вот просто нравится носить вещи со смыслом верить не верить как к этому относиться личное дело каждого очень изящное классическое колечко с турмалином бриллианты белое золото опять же можно в любом в любом варианте сделать я например сделал бы естественно все с чернением черные блянты и какой-нибудь поставил бы или грозовую шпинель или алый гранат но мои вкусы вы знаете да это все дело вкуса в данном варианте мне тоже очень нравится очень изящной и так вот не броска не ярко до получается я считаю что у девушки у каждой должны быть украшения какие-то яркие но скажем так летние или там красному платью какому-то и должны быть более нейтральные которые можно надеть например на деловые переговоры или на бизнес-встречу это супер-супер яркий гранат очень крутого цвета он такой желто-оранжево-красный полихромные до уходит он или в сша или в канаду это колечко уходит делали на заказ очень нравится мне стиль я его называю готический на самом деле не знаю как он называется этот прям наш авторский стиль и мое любимое сочетание цветов здесь серебро с чернением стоит опять же можно сделать в любом сочетании но стиль при этом сохранить я думаю что желтым золотом например будет не менее красиво опять же все дело вкуса почему у нас сначала на видео были цветочки а теперь снег потому что у нас две мастерских одна в таиланде 1 в москве и вот опять же наш авторский стиль мой любимый черные биллианты со всех сторон серебро с чернением и алый гранат вот обожаю делать такие украшения и очень радуюсь когда вы их заказываете сейчас очень сложно с доставкой мы буквально партизанскими тропами доставляем вы видите что-то получается доставить потихонечку например таиланде сейчас объявили опять локдаун даже из района в район попасть невозможно на шиланке то же самое поэтому пожалуйста не обижайтесь кто долго ждет придется пока еще ждать тут сразу несколько любимых мной вещей во первых это серебро с мя с матовым покрытием но не черным с белым матовым покрытием это радирование и вот такое кристаллическое покрытие мы имеем делать мне нравится я тоже себе сейчас делаю такое колечко мой любимый черный звездочный сафир который уже не добывают 30 лет уже 30 лет не ведется такая промышленная серьезная добыча этого камня то есть он такой мамонт до который уже вымер но вот один из последних и знак уналон это знак который из язычества пришел в индуизм и потом пришел буддизм это знак развития движение вверх вперед и просветление вот у меня просьба пожалуйста не критикуйте руки но так получилось сняли как смогли сейчас я знаю что некоторые товарищи начнут писать что руки не ухоженные там ногти не накрашены мы здесь смотрим на кольца и на камни у нас не клуб ценителей ногтей или ухоженной кожи я думаю что если вы хотите смотреть на хорошо накрашенные ногти вам нужно вступить в какую-то другую группу или в какой-то другой youtube канал скорее всего такие где-нибудь ездить и показывать просто ногти красивые на этом сегодня все скоро будет еще несколько выпусков и камни недели тоже скоро выйдут извините за перерывы я на мадагаскаре в джунглях в горах и не всегда есть интернет поэтому записывать могу не всегда